Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав, а это такая вот история о Луке. А, собственно, сегодня вот на стриме решили поугадать на Луках. Само собой, это видео не будет гайдом, потому что это лишь первое впечатление, скажем так, заметки о Луке, о его прокачке на 150-м уровне. Но знаете, что я вам скажу? Понравилось. Нет, действительно, однозначно понравилось. Класс хороший, класс интересный и класс вполне такой даже домашний. Да, конечно, разовый дамок у вас невысокий, точнее, наоборот, ведь и высокий. И у вас просто массового дамога не так уж и много. Но вследствие того, что вы наносите урон практически на протяжении всего боя, вы компенсируете недостаток массового урона. У меня, знаете, по ПВИ-объектам в среднем урон выходит где-то 300 тысяч за бой, при условии того, что скиллы у меня все не качаны, и персонаж вообще качан под милишника. То есть у меня 50 силы, 25 ловкости, ну и так по мелочи всякое остальное. И очень интересная тенденция. Сегодня тестировали силу у Лука, именно пробитие. Вот возле меня стоит Хаш. У него урон такой же, как и у меня. Бронепробитие, у нас с ним разница. У меня идет там где-то тысячу... Слушайте, разница у нас, по-моему, у него 1200, у меня 1500 бронепробития. И разница урона по воину в тяжелых доспехах составляла ровно 300 урона. А иногда даже больше. То есть все-таки бронепробитие за 1000 имеет очень даже большую роль. И урон по бронированной цели очень даже является тому показателем. Ну да ладно. В общем, когда докачаю лучника, когда открою ему ульту, а я уже купил свитки на аукционе под ульту Луку, то обязательно сделаю о нем ролик. Ну а вам сейчас хочу показать этот довольно примерно отличный бой, в котором вы увидите, как прикольно и ненапряжно можно играть Луком. То есть вам не надо торговать лицом в первом ряду, вам легко качать отряды, у вас быстро набивается опыт. Ну, если вы не знали, то опыт забойных героев вам дают в зависимости от того, сколько ваш герой домашки нанесет. Ну там вообще из многих факторов, там убийство другого героя это очень много дают, убийство юнитов, домашка, желательно вообще убивать. И тогда вы получаете больше всего поинтов. И вот Лучник в этом плане просто кайф. Вот серьезно, реально лафа, домашки постоянно много, атака хорошая и по игрокам. Вот, к примеру, по средней броне в голову я ношу пять тысяч. Представляете, да? В голову пять тысяч по средней броне обычный выстрел. Я когда попал, я сам охренел. То есть пятюню в жбан. И в среднем где-то трешку тяжу. То есть трешку тяжу, пять то ли лайту, то ли среднему доспеху. Это просто офигенно. Ладно, не буду вас далее, собственно, мариновать. Приятного просмотра. Халявная домашка. Видел, когда у меня фаер полетел? Неа. Совсем, видимо, в ебене. Эм, да. Я завожу сюда стрелков. Нас поддержит домашкой. Постоят без дела. Там застрельщики бегут, смотри. Лучники, считай, уже все. Там еще и застрельщики вражеские побежали. Ты не поверишь, мешает бревно. Женя такая прям полупрозрачная. Вроде удачно навел. Там сложно разглядеть, куда я только что отвел войска. Ну, удобно. Зато с ними не надо находиться постоянно. Ну, что такое? Что за просроченные мушкетеры? Опять просрочка попалась. А ты видел? Сложно увидеть, конечно, но... Ой, я попал во что-то. Но он улетел очень далеко. Позрачники на позицию. Нам надо с тобой огненными стрелами влево пострелять. Потому что эту хрень надо как-то вышибить. Кого ты убил? А, там застрелили. Ёкут твое. Ну, я хотя бы в пол попал. Знаешь, это уже прогресс. До этого обычно в стены. Когда огненные стрелы, я имею в виду, впрыскал там. Что в лес, что под дрова. Я пошел фальканет убивать. Верен? Упоминайте лихо. А зачем? Не надо, не надо. Забей. Трибушет только что кинул кто-то. Да нет, трибушет фальканет не попадет. Там другая ситуация. Он в Фабиас сейчас может попадет. Чаш копейщиков. Блин, это плохо. Хотя копейщиков я сейчас с лучниками убью. Ведяги. Они просто испарились. Все, у нас тут герои какие-то бегут. Попал. Удивительно. Ким, беги. Беги, если можешь. Смотри, слева у нас какие-то хорошие люди выходят. Туда трибушетом ударили. Погорячился я отводить лучников? Да, там же еще мои. Но я сейчас буду водить. Такой, знаешь, геймплей максимально такой. Просто стоишь. Знаешь, мне чем-то охот напоминает. На позицию. Держать строй. Построй. Ни хрена не вижу. Есть командир. Вроде попал. Смотри, по центру сколько их там. Ну, коробочка-то коробочка. У меня-то что. Сказана коробочка, сделана коробочка. Пиздец, коробочки. Боже, как хорошо сейчас войдет. Что-то там успел убежать. Ты что, нормально там убежала? Ну да. Он успел начать двигать коробочку, когда там все это полетело в него. Все, отлично. Что? Уйдут. Так, я вышников возвращаю. Ух, сколько там халявы-то. Такой, знаешь, прям тир-тир-тир-тир. Какая-то до магии ударила. О, коробочка даже пришла. Так там две коробочки. Что-то я смотрю на так, как у меня лучники растянулись. По-моему, они команду по одному выполнять начинают. Когда слишком далеко им даешь. До кого доходят? А ты посмотри, бежит. Они от плюса до сюда растянулись. То есть, вон лишь, на плюс еще даже некоторые лучники стоят. Да, ну мне реально на плюс один лучник стоят. О, он побежал, вон, используйся, побежал только. Прикольно у тебя, пацаны. Да и не говори. По-моему, они учились явно церковно-приходской и явно умудрялись прогуливать даже ее. Хотя нет, все-таки для них церковно-приходская тоже слишком круто звучит. Нигде они не учились. Но стреляют хорошо. Как это модно? Самообучие это. Да, обучение на дому было. Ого, вот. Чужом. Все, они все коробки ветеранские профукали. Лук очень хорошо подходит к лучникам. Прям. Стойте, накидывай со всех сторон. Ну, пора же перебить. Да, да, да. Это самый долгий марш-бросок, который будет сейчас в этом бою. У тебя, надеюсь, кошерные луки? Как у тебя. Ты-таки принес к кошерным хлопам? Да, а ты-таки тоже, да. Еврейские луки? Ну, суть в том, как они хорошо бывают вражеских лучников, то да. Такие конкретно, так, кошерные. Влад, нужен дождь-стрел. А куда именно? Вот, вы как считаете, жид это оскорбление или нет? Не знаю, наверное, оскорбление. Так и оскорбление, товарищ. А я вам так скажу, что жид это по-польски еврей. Да? Вот. Да. Так что, это не оскорбление. Это статус. Карада жизни? А? Карада жизни. Карада жизни. Чего-то того. Пока-то там сейчас стрелка миссия. Чего ты там вообще такое? О, смотри-ка, у нас плюс захватили. Можно будет пополниться там. Вот, да, как раз. Мои улицы закончились. Иди сюда, у меня тут это, мушкета напрямую. У меня же все закончилось. Акурова по-польски кто? Акурова это женщина с низкой моральной... Пойцы, это позиция. Социальная письма. Так что,курова это очень... Это очень полезная профессия. Она... Приносит людям счастье. И да, кстати, проституция в Польше разрешена. Вот. Курова к нам приходит. Курова к нам приходит. И все мне приносят. Курова бодраще я. Это да. Слушай, а можно прямо отсюда простреливать? Ты, наверное, зря внизу, что я тебе так скажу. Кто? Я не знаю, я тебя просто не вижу. А, кто ты? Спрятался за пушкой. Притаялся там, хрен знает где. Смотри, мушки, а ты слева убегают. По середине смысле. Вон, следи за фаером. Который опять прилетел, хрен знает куда. Ты, я и так за трассерами вижу. Трассирующими, трассирующими, загружает. Трассирующими. Пробивными. Лесорубы впереди аккуратно. Пошли уже. Аккуратно. Да, 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 мы уже спускаемся. Кобита, это девушка. А вот Кобита, это девушка звездочек. Охрен его знает. Я из слова-то такое не знаю. Ты смотри, Побита. Я бы пытался. Накой дурак кинул по лесорубам и по мне требушет. Видимо, тот, кому сильно вредили лесорубы. Смотри, ка, лычники. Влад, справа, справа, справа. Да, б***ц им. Я от 1 стрел зарядил. Ты, я тоже. Понятно. Все, от меня до стрел. А то он сейчас все потратит там. Нам надо что-нибудь на точке сделать. Прям по это, по плюсу, работай. В палатке, в смысле. Дождем. Что, это... У нас трибушетом ударили? Что за нахрен? У нас сзади. У нас сзади у лучника противник. О, смотри-ка, у нас тут. Черт побери. Все равно весело было. Ну, порядное дело. Тир-тир-тир. Три с 35 тысяч, я думал, я больше нанес. Ну что, спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И согласитесь, лук это действительно крайне ненапряжный и такой кайфовый геймплей. Буду рад, если поставите лайк или дизлайк данному видео, а также напишите по порядку смыслных комментариев. Все это помогает продвигать ролик в топы Ютуба. Ну, а этот ролик все. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok